Нешуточные страсти разгорелись в красном вокруг новой школы. Здание сейчас разваливается чуть ли не на глазах. По мнению местных жителей, несущие конструкции могут рухнуть в любой момент. А ведь учебное учреждение еще даже не достроили. Отдавать своих детей в такую школу многие родители уже отказываются. Говорят, это опасно для жизни. Строители с доводами людей не соглашаются. Они убеждены, что здание за 400 миллионов рублей возвели согласно проекту, без каких-либо отклонений. Мнение сторон выслушал Олег Хатанзейский. Не боюсь. Боюсь, что чего конкретно? Ну, то, что упадет там, что-нибудь. О недетской проблеме в поселке рассуждают даже будущие первоклашки. Однако больше всех обеспокоены родители учеников. Изольда Чебыкина мама пятерых детей в новой школе работала и поэтому видела, как ее строили. Школу строят вообще халтурно. Боимся детей в школу запускать. Вдруг крыша рухнет или там еще что-нибудь опасное. Надо комиссию созывать, чтобы осматривали. А если молчать? А что молчать? Потом же, ну мы же себе хуже сделаем. Надо все это излаживать сразу. Многодетную маму поддерживает Александра Поровицына. Она, кстати, тоже многодетная. В этом году ее дочь идет первый раз в первый класс. Но женщина все чаще задается лишь одним вопросом. А пойдет ли вообще отпускать, говорит, страшно. Сами строители говорят, что туда опасно работников, ой, детей вернее отдавать, сами работники, что рано или поздно там что-то обвалится. Там ручьи, говорят, страшные текут. Там лестница очень опасная. И как бы штукатурка везде валится, окна вот садятся. То есть как бы не дай бог, где-то во время урока лопнет стекло и попадет в детей. К строительству здания школы приступили в декабре 2012-го. Ровно через два года учебное заведение должно было распахнуть свои двери. Но процесс затянулся. Архангельский подрядчик компания «Леро» опаздывает уже на 8 месяцев. Новую школу строители теперь обещают возвести к середине августа. Где тут развалится? Вот, снимайте, смотрите, как может тут разваливаться что-то. Это все наговоры. А школа нормальна. Впрочем, сомнения в нормальности остаются у главы сельсовета. Виктор Таратин и от людей слышал, и сам лично видел, как в здании осыпалась штукатурка. Но что это, брак при строительстве или материал некачественный, сказать не может. Руководитель поселения уверен в одном – школа поселку однозначно нужна, при этом безопасная. Я знаю, что были проблемы, вернее, я сам видел, что были проблемы, скажем так, с потолком в спортзале. То есть там тек конденсат или вода. Также знаю, что там велись работы по переделке. То есть были соответствующие выданы приписания, и строители устраняли эти недостатки. Насколько качественно они сделали, сказать не могу, но это покажет время. Но мое мнение, что вот именно плоские кроли на севере, они не оправдывают себя. То есть это явно замечание к проектам. Заказчик объекта администрация Заполярного района от комментариев отказался. В управлении ЖКХ заявили, мы, мол, подрядчикам претензий не имеем. А вот у ГОСТРО и Жилнадзора вопросы накопились и к тем и другим. Инспекция во время строительства здания школы выявила сразу несколько нарушений. Многие до сих пор не устранены. Вот только одно из них. По результатам проверки составлен акт проверки, в котором зафиксировано, что на путях эвакуации в здании строящегося объекта школа на 300 мест в поселке Красное, а именно на лестничных клетках, радиаторы отопительной системы, выступающие из плоскости стены, размещены, как и ранее, на высоте менее двух метров. То есть общество не выполнило установленный срок, пункт 1 данного предписания. Родители учеников тем временем намерены добиться, чтобы здание строящейся школы еще раз, но уже основательно проверили на предмет качества. А ведь новый учебный год уже не за горами, а отдавать своих детей в эту школу жители Красного не намерены. Они говорят, пусть уж лучше в старое получают образование, а так спокойнее будет. Олег Танзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север, Красное.